Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Уполномоченная по правам человека поддержала запрет на участие подростка в протестных акциях. Главой Минприроды Карелии назначен чиновник, отправленный в отставку за лесные пожары. Уралец пришел в ФСБ с кинжалом, укусил силовика и рассказал, что он ветеран войны с татаро-монгольским игом. Но и в Екатеринбурге обещали найти и наградить трезвых выпускников. Как раз накануне у нас состоялись торжества по поводу последнего звонка. Владимир, видел ли ты кого-нибудь? Добрый день. Давай сначала поприездим нашим слушателям. Александр Рассухин. Здравствуйте. И Владимир Смирнов. Да, ведут сегодня дневной разворот. Конечно же, видел. Видел. Некоторые были в состоянии не позавидуешь им. Вот несмотря на то, что вчера был безалкогольный день, но все-таки где-то ребята умудрились достать. Я живу возле парка имени Кирова. Это такой одно из точек притяжения, в том числе молодежи. И там они активно гуляли, отмечали, обсуждали. Я слышал их разговоры. Кто-то переживал за будущие экзамены, кто-то вообще о чем-то постороннем разговаривал. В общем, весело было. Ну, кстати, сегодня 25 мая. Вот у меня почему-то 25 мая ассоциируется. Это все-таки с днем последних звонков всероссийским. Ну, я вот на самом деле даже не помню. Даты изменялись. И вот раньше тоже не 24-го же вроде как. Ну, 25 мая всегда. Я сегодня как раз утром вспомнил о том, что ровно 18 лет назад я прощался со школой. Был последний звонок. У тебя сколько? У меня 10 лет назад. Я уходил из 9-го класса в то время. То есть в этом году у вас встреча выпускников вполне может состояться, да, получается? Да, предполагается. Хорошо. Еще раз добрый день. Да, это программа «Дневной разворот». Вот с таких новостей мы начинаем сегодняшнюю программу. У нас будет своя сегодня тематика. Давай со второго часа, да, как это обычно бывает, мы начнем. Во втором часе будем мы говорить про то, что в Кирове собрались молодые юристы из многих регионов страны. Всероссийский съезд Координационного совета молодых юристов Ассоциации юристов России пройдет. Вот на площадке правительства региона. И у нас в гостях будут Насимин Назиров, председатель Совета молодых юристов Кировского регионального отделения Ассоциации юристов России. И Денис Панчин, заместитель председателя правления Ассоциации юристов России. Будем мы говорить о проблемах, в том числе и молодых юристов. Но одна из основных проблем, насколько мы знаем, это все-таки трудоустройство. Да, и в связи с этим и связано... Понятное дело, извините, понятное дело, что по-прежнему вузы страны, не только вузы, выпускают тысячи и тысячи юристов. А где они находят себя, применение своим силам, знаниям и возможностям... Находят ли себя? Непонятно. Вот в том числе на этом мероприятии эти вещи обсуждаются. Обо всем поговорим, конечно. И опрос, да. Да, опрос у нас именно с этим и связан. Получение профессии юриста в настоящее время это, как вы считаете, престижно, перспективно, вполне привычно, обыденно. Либо это штамп и надо развивать интерес к другим специальностям. Вот за этот последний вариант сейчас ВКонтакте проголосовало большинство, практически 50%. Обо всем подробнее уже спустя час. Ну и хочется еще напомнить о том, подходя к нашей первой теме, что сегодня, 25 мая, не только в России день последних звонков, но во всем мире еще и такая дата, очень заставляющаясь задуматься. В общем, даты не слишком веселые. Называется это Международный день памяти пропавших детей. Насколько я понимаю, речь идет о детях, которых не удалось найти, которые не вернулись в родной дом. И сегодня у нас в студии, собственно, волонтеры, которые по доброй воле занимаются поисками не только детей, конечно, но и взрослых и пожилых людей на территории нашего региона. Это представители поискового отряда «Лиза-Алерт». Во-первых, мы приветствуем Александру Яговкину, региональный представитель поискового отряда «Лиза-Алерт» в нашем городе. Добрый день. И коллега Александра Константин Першин, старшей группы поискового отряда «Лиза-Алерт» в нашем городе. Добрый день. Добрый день. Для вас дата, вот этот Международный день памяти пропавших детей, особое звучание, наверное, все-таки имеет, да? Ну, да. День памяти пропавших детей, если полностью, то это день памяти ненайденных детей, привержившихся насилию. Он был впервые узаконен, ну, стали его отмечать в Штатах около 30 лет назад, потом он приобрел международную окраску, и у нас с 2012 года его отмечают в России. Это очень важный день, потому что проблема, на самом деле, не освещается в должной мере, и очень многие люди не понимают, насколько велика эта проблема даже в масштабах, допустим, нашей страны и даже города. Да, более того, точная цифра пропавших детей и взрослых, вот общее количество, оно никому неизвестно. Вот какой-то объективной цифры нету. По данным МВД, насколько я знаю, порядка 20 тысяч детей у нас в стране пропадает ежегодно. По неофициальным данным, я мониторил ситуацию, где-то говорится о 45 тысячах, где-то. Да, есть и большие цифры. Но даже если мы возьмем официальную статистику, 20 тысяч в год, и полторы тысячи из них не найдены, никогда бывают. То есть полторы тысячи в год пропадает просто вот в никуда совсем. Это страшные цифры. Ну, так или иначе, теплый сезон наступает, или он уже, не знаю, наступил? Нет, пока. Лесной сезон пока нет. Вы это называете себе лесной сезон. Для обычного человека лето, теплое время года — это время как-то большего присутствия на свежем воздухе, отпуск, море, дача. Для вас что назначает вот этот наступающий сезон? Константин, подключайтесь к нашей беседе. Для нас этот сезон... Поближе к микрофону. Для нас этот сезон означает большое количество работы, в первую очередь. То есть отпусков у вас не будет, как такового? Как такового, скорее всего, нет. Даже если вы будете не на своей основной работе, вы все равно будете участвовать в поисках. Все равно, обязательно, да. Мы будем жить в лесу, можно сказать. Жить в лесу. Если вспомнить лето 2016 года, на год назад откатиться, как с точки зрения активности в поисках, поисковой активности было. Много было заявок? Прошелый год был достаточно, да, заявок было много. Ну а как удается совмещать? То есть у вас есть основная работа и в этот же момент... Александра мы знаем, педагог. Да. Да, Константин. Строитель. Строитель по профессии. Каким образом удается совмещать волонтерскую работу? Это запрещенный вопрос. Когда мы начинаем думать, как это нам все удается, нам перестает это все удаваться. Ну, на самом деле, конечно, нагрузка очень большая. И надо сказать, что 2016 год в сравнении с 2015 был очень легким. Потому что 2015 год все-таки был грибной. В том году погода нас не так баловала. А в этом году, я смотрю, вообще идет нам на встречу, по крайней мере, пока. Тем не менее... То есть вы говорите о том, что как-то природа, возможно, нам меньше подарит своих грибов и так далее. В прошлом году около ста заявок было о лесных, вот лесной сезон. Это против 130 или 140 в 2015 году. То есть намного меньше было заявок. И, тем не менее, учитывая актив нашей группы, там 30 человек, и то, что практически все работают, конечно, это на выживание было, на прочность проверка такая. То есть основное все-таки поле для работы это все-таки лесистая местность, да? Нет, я имею в виду в сезон просто сколько было лесных заявок. Конечно, больше, чтобы в городской среде. В городской? Да. Сейчас в работе сколько заявок находится? Поделитесь. Вот крайнее сообщение у вас на официальной странице ВКонтакте. Вы в ближайшие выходные собираетесь ехать, жительницу Слободского района искать? Да, дело в том, что сейчас пока позволяет погода, и сам сезон еще не начался в активной своей фазе. Мы берем задачи по прошлым поискам, прошлогодним. То есть те, которые не закрыты, те, которые не найдены люди до сих пор. Мы все-таки хотим привести хоть к какому-то результату. Данная женщина давно пропала, получается. То есть в прошлом году и поиски до сих пор продолжаются? Поиски не прекращаются, пока нет какого-то результата, найден жив или найден погиб. Для понимания, какая история там, и какие надежды на то, что человек найдется? Потому что большое количество времени прошло, большие промежутки. Дело в том, что там женщина достаточно пожилого возраста, у которой проблемы с памятью. Она просто ушла из дома и с тех пор ее не видели. Поэтому есть варианты различные, что она в лесной массив попала, и что она могла в другой населенный пункт уйти, и так далее. То есть разные версии отрабатываются. И за это время не было сообщений, что ее где-то видели, приметили? Нет, нет, к сожалению, не было. А можете вспомнить, может быть, какую-то историю, что вот человека не было большой промежуток времени, и все-таки его нашли? Да, у нас была такая заявка, если не ошибаюсь, в 2014 году молодой человек пропал, думали совершенно разные версии, в том числе и криминал, и суицид. Он обнаружился через 6 месяцев в Нижнем Новгороде. То есть такие случаи имеют? Да, да. Нам необходимо сейчас прерваться буквально на полминуты, и после мы продолжим говорить про работу кировских волонтеров отряда «Лиза-Алерт». Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжается программа «Дневной разворот». Мы только-только начали беседу с волонтерами кировского поискового отряда «Лиза-Алерт» Александра Яговкина и Константин Першин. Еще раз призываю вас быть разговорчивее, понимаете, что вы люди дела, но все-таки нашим слушателям нам очень хочется знать, как строится ваша работа. Кстати, ваши ряды пребывают со временем? Да. Да? Расскажите об этом. Кто к вам приходит, как приходит, Константин? К нам приходят разные люди, в принципе. Вы говорите, что в этом году за 5 месяцев есть прибавление? Конечно, есть. Около 10 человек, я думаю, может быть, даже и побольше. 10 человек примерно новеньких. Среди них есть студенты и работники вашей радиостанции. Ага, мы знаем, о кого вы говорите, да. Да, и семейные пары, которые как-то вот сначала пришел один человек, потом привел свою вторую половину. В общем-то, прирост есть, мы довольны, потому что они успели пройти обучение перед сезоном, который у нас проводят там раз в месяц, даже чаще бывает. И это здорово. Как люди о вас узнают? Они просто вот видят, в том числе в соцсетях, сообщения о пропавших людях с просьбой помочь? Люди узнают у нас по-разному. И в соцсетях узнают, и за счет тех акций, которые мы проводим. А есть те, кстати, кто сам по каким-то причинам потерялся, или кто-то из родственников, знакомых и друзей? Да, у нас есть несколько людей, которые пришли после поисков. Искали их непосредственно? Да, у нас есть два человека, которых мы искали. Сейчас они не так уже активно участвуют, но тем не менее, какое-то время они очень активно участвовали в работе отряда. Есть знакомые и друзья тех, кого искали. Так что это тоже один из способов привлечения. Иногда бывает, что человек видит в соцсетях, иногда вот слышит по радио, например, или по телевизору, или что-то читает нас. Или просто знакомые говорят, либо он сам подает заявку. Способы разные на самом деле. Ну и часть, конечно, приходит после наших акций, которые мы проводим. Тут надо уточнить, все-таки вы только совершеннолетних, да? Да. Вот в отменную работу берете людей. А сколько самому молодому, самому возрастному участнику? Ну, 18 лет самому молодому. Молодому, да. Возрастному, я не знаю, мы как-то не спрашиваем. А сколько человек вообще в кировской ячейке? Сколько волонтеров? Активных на данный момент человек 30, ну плюс вот еще новенький, может человек 40 получается. Ну, будет сезон, проверим. Вот я уже спрашивал, как удается совмещать, то есть есть, набираются какие-то... Запрещенный вопрос сказать, да? Ну, как вообще ведется работа отряда? То есть набираются какие-то бригады, группы, они сменяют друг друга. Понятно, что есть основная работа. То есть как это все совмещается? Когда у нас падает заявка на поиск, то мы обычно сначала даем группе инфоргов, это люди, которые полностью собирают всю информацию об этой заявке. Давайте по порядку, Александр, простите. Падает заявка, это что значит? Это значит... На горячую линию, либо это может быть на сайте подано заявление, либо нам лично звонят или пишут, ну и мы тоже рекомендуем позвонить на горячую линию. И после этого мы начинаем выяснять все подробности происшествия, потому что надо очень четко понимать, что случилось, и понимать, что это не семейные разборки, что это не криминал, что человек действительно пропал, а не ушел сам, и просто не хочет, чтобы его там искали. И после этого уже мы вывешиваем пост ВКонтакте, проводим другое оповещение, и те ребята, которые у нас в группе состоят, и те, которые могут в данный момент, они говорят, что да, я готов. Вот до стольки-то могу, например, до трех ночи, или в шесть утра мне на работу. А сколько времени обычно проходит с момента исчезновения человека и подачи заявки вам непосредственно? Ой, это очень разная цифра. По-разному? По-разному это как, Константин? По-разному это бывает. До сих пор бытует среди людей такое мнение, что заявку нельзя подавать. Три дня первые? Три дня первые. Вот это, конечно, неправильно. Заявку нужно подавать немедленно. Кстати, полиция тоже об этом говорит, что... Полиция по-разному работает. По-разному. Не-не-не, у нас хорошая полиция. У нас хорошее сотрудничество с полицейскими. За все наше существование, по-моему, два раза всего была такая ситуация, когда нам говорили, что у меня полиция не принимает заявку, говорит, надо ждать три дня. И мы каждый раз связывались с полицией, не говорили, да быть не может, приходите, приносите. Поэтому тут граждане скорее сами пересочиняют. Может, участковый просто попался так, загруженными делами. Так что сроки разные получаются. Иногда бывает, что час прошел, два, уже все, уже нам звонят, ребенок потерялся. Например, несколько раз были такие заявки, там, семь-восемь лет, не пришел из школы, прошло два часа уже. А иногда бывает, что... А вы спрашиваете, вы позвонили ребенку, да, в ответ? Конечно, да. Что вы сделали, что вы предприняли для того, чтобы узнать, где он находится? Обязательно мы спрашиваем, что случилось, есть ли с собой телефон, звонили ли вы друзьям, узнавали ли у классного руководителя. То есть обязательно все спрашиваем, что человек сделал на данный момент. И спрашиваем про заявление в полицию. А некоторые граждане... Подождите, заявление в полицию должно присутствовать? Чтобы вы начали работу, заявление в полицию должно быть подано от родственников пропавшего. Потому что мы должны понимать, что человек действительно серьезно относится к этому случаю, что это не просто какой-нибудь, извините, коллектор или подружку разыскивают, друзья детства или еще что-то. То есть это действительно серьезный случай, когда требуется помощь. Давайте теперь поговорим о ваших учениях, которые будут, сколько, через две недели, получается, да? Через две недели. Да, информация об этом есть в группе ВКонтакте Лиза Алерт. Киров, 10-11 июня, что это будут за учения? Кого вы приглашаете, чему будете учить? Значит, 10-11 июня у нас проводятся учения в поселке Верхошижмье. Первый день будет теоретически. Мы будем обучать всех желающих, пожалуйста, то есть у нас нет каких-то ограничений. Всех желающих, все могут приехать, послушать курс лекций, провести, пройти, вернее, практические какие-то занятия, обучиться работе с навигатором, с компасом. Дождите, давайте определимся, это обучение специально нацелено на то, чтобы волонтеров найти для себя или для общего развития? Для общего развития, потому что даже если человек не придет к нам потом в отряд, все равно какие-то навыки поведения в лесу, они очень важны в качестве профилактики хотя бы. Он будет понимать, как мы ищем, и в свою очередь будет правильно себя вести. Так сказать, работаем на себя. На себя, в первую очередь. Кто будет преподавать на тот же набор знаний, нужен непосредственно? Да, у нас есть инструктор, это опытные ребята, вот в том числе Константин преподает, у него есть новая дисциплина, может быть, он о ней расскажет немножко. Константин, что это за дисциплина? Дисциплина касательно следопытства и касательно поведения в лесу с дикими животными. Ого, у вас образование специальное? Нет, просто хобби специальное, охотой занимаюсь. А, охотой, и книжки пролистали, следы зверей и так далее, как определять. Долго этим занимаетесь вообще? Давно? С 16 лет. С 16 лет, да. И это, собственно, стало основой для вашей работы, получается, в поисковом отряде? По сути, да, даже и узнал об отряде на охотничьем форуме. А давно вы, кстати, в отряде? Второй год. А, ну вот вы, Александр, раньше все-таки, да? Ну да. Да, получается. Ну, чему конкретно-то вы учите? Ну, хотя бы пример какой-то. На примерах уже все равно объясняете? На примерах учу тому, как прочитать, ну, как узнать свежие следы, например, если ищем потерявшегося. Как определить? Ну, то есть сегодня он прошел или три дня назад? Сегодня он прошел три дня назад. А как определить? Ну, нам же тоже интересно. А вы приходите на учение, мы вас научим. Да, приходите, тут надо ехать, вверхоши же. Ну, конечно. Ну, как определить? Свежий след, не свежий? По внешнему виду следы определяются. А, то есть нюхать не надо? Нет, нюхать не надо. В зависимости от условий, от погоды, от всего остального, учитывая эти погодные условия, можно определиться, верить следы. Ну, тут много факторов. Факторов, да, характер почты, конкретные местности, погодные условия, рельеф и так далее и тому подобное. Ну, да, это сложно. В двух словах это не объяснить, да. А после того, как мы ходили в лес, и наша группа несколько раз встречались с его обитателями, у многих назрел вопрос, насколько это опасно. И не только у новичков, но и у тех, кто давно уже. И вот одна из лекций Константина как раз о том, как себя вести, в каком качестве мы интересны медведю, например, а в каком неинтересны, что сделать, чтобы он вообще с нами не заинтересовался. Довольно актуально. Даже для тех, кто не ходит искать, а ходит просто за грибами в лес. Вот у нас недавно были ветеринары и говорили, что с дикими животными нужно вообще минимально, то есть стараться вообще не контактировать, то есть отдаляться от них. Мы говорили про бешенство, я проточню. Да, сейчас актуальная очень проблема. Вы тоже, кстати, в зоне риска, получается, раз вы работаете в этой местности. То есть ветеринары в этом плане правы или нет? С одной стороны правы. Конечно, лучше держаться от животных, от риска заболеть бешенством подальше. Но так как мы не можем держаться подальше, это добровольно рискуем. Ну, вы, безусловно, там, это от клещевого энцефалита привиты, да, раз за раз. Привитые, застрахованные. Застрахованные, привитые и так далее. Что еще будет в ходе этого обучения? Так, значит, кроме следопытства у нас работа с навигатором, картография, организация поисково-спасательных работ. Кроме того, 10 июня еще проводятся детские учения, это второй год, мы их планируем сделать ежегодными. Там ребята от 7 лет и старше. Тоже любой желающий может приехать? Да, любой желающий. Если до 7 лет, то там с родителями. Если после 7 лет, то мы, в принципе, берем на себя ответственность и проводим для них обучение, как вести себя в лесу, как сделать укрытие, развести костер, как не потеряться в лесу, что делать, если ты потерялся и так далее. То есть вот такие достаточно полезные базовые знания. А 11 числа у нас планируется учебный поиск. Подождите, про детей еще. В прошлом году проводили, да, вы с детьми? В прошлом году проводили, да. В прошлом году было 2 дня, для детей это все-таки оказалось тяжеловато, в этом году мы один день проводим. Отзывы замечательные, дети с удовольствием рассказывают, и родители говорят о том, что и польза есть, и интересно было. Сколько в прошлом году детишек у вас побывало на этих сборах? Чуть меньше 30, сейчас не вспомню. Ну, в общем-то, приличная цифра. Да, это неплохо. То есть многие приезжали именно для того, чтобы привезти детей, даже не на сами учения, а именно для детей. Ну и 11 числа мероприятия у вас будут? 11 числа будет учебный поиск, приближенный к реальности. То есть у нас будет легенда, у нас будут потеряшки, которые уйдут в лес и потеряются. Это все условные потеряшки? Да, условные, конечно. Условные потеряшки. Все в Верхошижемье. Там у нас на лыжной базе это все будет. На базе лыжной базы. Да, ну понятно, что без лыжа уже. Да, то есть там есть и возможности поставить и палаточный городок, и в самой лыжной базе, если кому-то более комфортно, допустим, переночевать. И помещения будут, то есть это уже не на открытом воздухе занятия, а в помещении, что более продуктивно. И рядом лесопарковая зона прекрасная, чтобы свои навыки повторить, ну то, что в теории узнали, там применить на практике. То есть первый день это будет теория, а второй день на практику. Ну приехавшие-то пойдут в лес под присмотром опытных поисковиков, чтобы сами, не дай бог, не пропали там. Наши опытные ребята будут старшими, они будут брать группы, обучать их всему. И я думаю, что, ну действительно, если человек даже не планирует потом прийти в отряд, это очень большой опыт. Необходимо где-то оставлять заявку, какую-то аккредитацию? У нас в ВКонтакте вывешен пост, там просто анкету заполняете. Желательно ее запомнить, чтобы мы примерно представляли количество людей, которые работают. Потому что там полевая кухня, да, количество мест в зале и так далее. Участие вот в этом, в слесе, можно сказать, оно бесплатное? Да, это бесплатно. Вся наша деятельность, она волонтерская, бесплатная полностью. Что нужно будет брать с собой, если кто-то сейчас заинтересовался из наших слушателей? Лесную одежду. Лесная одежда, ну такая плотная. Да, в чем ходить по лесу. Плотная, хорошие вещи. Обувь, ну в зависимости от погоды там будет. Питьевая вода, набор продуктов, несколько портящихся. В первый день там все это будет, возможность купить. Там даже, да, и магазин рядом. Магазин столовая, да, то есть там первый день полностью, он такой, скажем, цивилизованный в этот раз будет. Просто мы зачастую представляем, что если куда-то в район люди едут, то там ничего нету, да, как-то? Нет, поселок Верхович же небольшой, там есть все, в общем-то. У вас такая договоренность с кем конкретно? Вот с этой базой, да, с этим? У нас договоренность с Дмитрием Савинцевым. Это, во-первых, волонтер нашего отряда, поисковик, координатор. Да, он живет в Верховшижемье, у них там свое отделение, можно даже сказать. Несколько человек, да, ячейка. Кроме того, он работает в администрации с молодежью. И он нам очень помогает, то есть все договоренности, все какие-то моменты организационные он взял на себя в этом году. Это, конечно, очень облегчает дело. Ну вот вся информация, я вот сейчас смотрю в группе ВКонтакте поисковый отряд «Лиза Алерт Киров». Здесь сразу же в шапке, в верхнем посте есть вся информация и ссылки на расписание, на учение, на положение. И тут телефоны, все контакты имеются. Добираться своими силами, да? Вы не организуете никакой транспорт? Там разные есть. У нас ребята поедут, в принципе, места будут, я думаю, что вполне можно было организовать. А, ну опять же, можно через группу как-то списаться и выяснить все подробности. Обычно мы стараемся, идем навстречу, стараемся как-то подыскать транспорт. Давайте сейчас на рекламу небольшой прервемся. Я напоминаю, что мы говорим с представителями Кировского регионального отряда «Лиза Алерт» и продолжим через полторы минуты. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжается программа «Дневной разворот». Говорим мы в первом части о работе Кировского отряда «Лиза Алерт». И сейчас в перерыве как раз сравнивали, пытались сравнить, как вообще в срезе всей страны наш отряд представлен. То есть много ли у нас работы, каков процент удачных поисков. Вот если сравнивать, на каком мы месте? Есть ли какой-то рейтинг вообще в организации? Нет, рейтинг мы не делаем, но статистику, конечно же, подводим. А вообще движение «Лиза Алерт», так уж если его называть, оно всю страну охватывает? Все абсолютно регионы? Нет, не во всех регионах есть. Не во всех, к сожалению, пока еще есть. Но можно я напомню, для тех, кто не в курсе, все началось в 2010 году с Орехово-Зуева. Да. Собственно, отряд называется в честь Лизы Фомкиной, которую не удалось найти. Вернее, нашли, но уже поздно. Нашли, но было поздно, да. И вот в памяти девочки и создан отряд. На данный момент, вот если мы смотрим статистику по 2016 году, то Кировская область после Москвы на первом месте. По количеству заявок на поиск. И найденных, благополучных поисков. Ну и найденных, хороший процент. Да, Затин. По 2016 году у нас заявок было всего 310 детей. Это не только Киров, это и область. Это Кировская область. Из них было детей 99, в городской среде заявок было 240, в природной 70. Александр что-то уточняет? Перед нами не живут. Я живые показываю. Она, да, уточняю. Из 310 живых найдено было 245 человек. То есть не всех живыми находим. Большая цифра тех, кого нашли. Не все от нас зависит, но это большая действительно цифра. Ну и опять же, здесь большинство, 240, это в городской среде. Да. То есть большая часть из них, это не те, кто ушли в лес, там пожилые люди, там за грибами, за ягодами и вот потеряли себе. Лес это все-таки сезонное явление. Это большолетний период, а городские поиски круглый год. Пишите, пожалуйста, типичный случай, типичный сценарий пропажи в городе человека. В городе? Да, в городе. То есть из-за чего это все происходит? Можно разделить по возрастам. В городе, наверное, три основных категории. Первая – это подростки, которые убегают из дома. От родителей, ввиду каких-то внутрисемейных, да? Да, да. Вторая – это бабушки, дедушки в силу возраста, у которых проблемы с памятью. То есть они уходят и в никуда. Очень часто бывает, к сожалению. Их никто не видит, не контролирует. У нас есть несколько ненайденных вот таких стариков. И третья группа – это, ну, я бы назвала недопонимание просто. Что вы имеете в виду? Когда пропадает, например, мужчина, и через, ну, мы его ищем там неделю-две, и через какое-то время выясняется, что, ну, просто вот с друзьями где-то был, например. Или пропадает женщина. Даже иногда бывает, что женщина с детьми пропала, и все бегают и ищут. Вот она решила съездить в гости в другой город и просто не сказала никому. Вот как-то и с телефоном у нее не сложилось. А ищут опять-таки родители, близкие, родственники. Да, конечно, родители, родственники, они очень переживают. Ведь для них непонятная ситуация. То есть вот был человек, и вдруг его не стало. Куда он делся? И ни ответа, ни привета. Ну, к сожалению, вот безответственно так бывает. Подходит, не предупреждают о своих намерениях. А может, это не безответственность? Не знаю, может быть, глупость какая-то, недальновидность? Уровень вот таких взаимоотношений в семье, когда поехал, куда ты не предупредил. Ну, вот уехал, уехал. Вполне возможно и такое у нас. Только сейчас мы начали проводить вот несколько лет профилактику. Разговариваем с детьми, как себя надо вести, что надо всегда предупреждать. То есть эти взрослые росли без таких ценных советов. И они, в общем-то, может быть, не считают нужно так делать. Разговаривать с детьми вы имеете в виду встречи с ребятами в школах? Это продолжается, да, тема? Это продолжается. К сожалению, не всегда удается, конечно, ввиду огромной занятости. Но я хотела сказать, что мы весь этот год посвятили тому, чтобы написать программу для школ по безопасности. Любой учитель, при условии, что с департаментом образования мы договоримся, я очень надеюсь, что... С городским? Да, да, да. Они просто эту программу должны одобрить. И любой учитель может взять эту программу. Там уже готовы разработки уроков, готовые презентации, готовые ролики. И, в общем-то, текст, что говорить, как говорить, кому и когда. И в течение года, не один раз в год, вот когда вдруг случилось время, а в течение года, планомерно рассказывать. Это было бы очень здорово. Это когда такая работа начнется? Она практически закончена. Вы создали вот этот курс? Да, мы создали почти, почти что полностью, почти он завершен, осталось там немного уже. То есть это в рамках дисциплины ОБЖ или классные руководители? Это внеурочная деятельность. Сейчас по новым стандартам образования обязательно внеурочная деятельность. И каждый учитель берет какое-то направление, которое ему ближе. То есть там несколько есть. И одно из направлений — это социальное. Вот наша как раз программа под социальное направление очень хорошо подходит. Вот смотри, Саша, вдуматься только, да, современная школа не дает знаний и навыков поведения вот в таких случаях, да, в экстремальных когда-либо? Вот да, не происходит. Может быть, недостаточное количество знаний? ОБЖ, наверное, уроки ОБЖ остаются, но этого, наверное, недостаточно или как? Почему? В этом году так сложилось, что первое полугодие я вела уроки ОБЖ. Как раз там шестые классы, пятые-шестые классы, там я рассказывалась о том, как вести себя в лесу. Я даже не знаю, как корректно выразиться. Это не программа для жизни, так скажем. Не программа для жизни? А что это? Сказка какая? Там нет знаний, которые можно воспользоваться. Там очень сложно и долго объясняется о том, как взять азимут, как ориентироваться по солнцу, по звездам. Это же можно, извините, на пальцах объяснить. По моху-моровейникам. Да, ну моху-моровейник, стрелки на часах и так далее. То есть это не то же, нужно ребенка учить, чтобы он не попадал в такую ситуацию. А если он попал в такую ситуацию, то не ориентироваться по звездам и идти на север, а сидеть и ждать и никуда не уходить. Вот что важно. То есть немножко, с моей точки зрения, это еще с советских времен для туристов, для туристических станций, для тех, кто занимается этим. Вот это вот знание может быть полезным. Задача, получается, нужно ребенку объяснить не то, что он должен, а как он должен выйти к дому. Он все равно это, скорее всего, не сделает. Задача объяснить ребенку, как оставаться в живых, как дождаться помощи. Как дать о себе знать. Как дать о себе знать, да. Как вообще не попадать в такую ситуацию. И именно ваша программа, которую вы сейчас разрабатываете, она отвечает на эти вопросы? Да, мы очень надеемся, что сначала, может быть, в масштабах Кирова, Кировской области, потом потихоньку, может быть, и в других регионах мы клинем с места. Потому что это и не только для нас, это, в общем-то, и для общества, и для образования. Конечно, это общемировая, общепланетарная, конечно, вещь такая. И вот работа, это уже, вы сказали, практически завершена. Скоро вы пойдете в департамент, будете согласовывать и надеетесь, что все-таки пройдет это все. Очень надеемся. То есть у нас есть поддержка Владимира Валерьевича Шабардина, уполномоченного по правам ребенка. Он поддерживает нас, и я надеюсь, что эту проблему мы решим. Это ваша инициатива? Нет, полностью наша. Полностью наша. Просто после того, как я одна-два года ходила и рассказывала в свободное время детям на классном часе, я поняла, что это здорово, но один раз, и я просто сама не успеваю. В общем, отсутствие системы эпизодически, это, конечно, не охватить большое количество, не заинтересовать большое количество ребят. Расскажите, пожалуйста, про акцию, вы вспомнили сейчас в прирыве в нашем, о буквах, всероссийская, да? Да, всероссийская акция, нынче к 25-му проводится, мая. В местах пропажи детей, которые до сих пор не найдены, выложены нашими волонтерами их имена, то есть огромными буквами, там более 4 метров. Это сделано с целью, чтобы картографические спутники, пролетая мимо, могли заснять это и поместить на свои карты. Есть договоренность, насколько я знаю, с Google, с Яндекс.Картами, и они на свои карты это помещают. Любой человек, увидев эти имена, он может кликнуть по ним и увидит историю этих ребят, что случилось, интервью с родителями, и, может быть, это поможет детям вернуться домой. А, ну то есть это такая социальная акция? Да, да. Во-первых, обратить внимание на это, потому что, как правильно говорили ребята, у нас у погибших есть памятник, у живых есть дом, а у пропавших без вести, которые не найдены, у них ничего нет. И родители один на один остаются с этим, и они некоторые из года в год живут, не зная, что с их детьми. Это очень тяжело психологически. Вот это в качестве поддержки может быть показать, что мы не опустили руки, что мы что-то делаем, надеемся вместе с ними и верим. Ну и плюс к тому, вдруг случится чудо, и где-то эти ребята объявятся. Это опыт какой-то только лишь наш, впервые мы делаем, либо где-то за рубежом подобные меры принимали сюда? Это полностью наш. То есть на территории региона где-то уже выложены буквы, или будут выложены у нас? Мы уже выложили в Кирово-Чепецке, там Дима Бахтин. То есть вот эти буквы, они сейчас там прям присутствуют, можно посмотреть? Ну на данный момент, по-моему, их уже демонтировали. Демонтировали. Там условия были, снимки, видео есть, да. Это будет показано 26 мая в «Жди меня» в передаче, то есть в том числе вот эти ролики, сюжеты. И в поселке Речном, там где у нас братьев Кулаковы. Братьев Кулаковы, да, это понятно. А в Чепецке, простите, о ком идет речь? Дима Бахтин в ноябре прошлого года, мальчик 15 лет уже, до сих пор не найден, да. В ноябре прошлого года, да. Время идет, конечно. Как обстоят дела все-таки, вот про Верхошижи, мне его сказали, да, про свою коллегу упомянули, а в других районах области, волонтеры Лиза Алерт, насколько активны, есть они вообще? Есть в Слободском, по-моему, два человека, в Кирово-Чепецке, кстати, у нас неплохая группа собралась нынче, достаточно сильные ребята, то есть уже они совершенно самостоятельно могут выполнять какие-то автономные задачи. А так больше, пожалуй, нет. Бывает иногда, когда поиском размещаем ориентировку в сети и говорим, ребят, нужна помощь, бывает, что откликаются и, ну там, один-два человека, например, такой группы сильной, вот, пожалуй, в Чепецке и Верхошижи мне пока только. А есть проблемные районы, где вот чаще всего происходят, например, там, несчастные случаи такие? У нас есть любимый наш район лесных поиск. Юрия. Да, Юрия в Юрианском районе чаще всего теряются. Юрианский район, ну, это как получается? Аномальная зона. У жителей областного центра это излюбленное место для тихой охоты. Ну, видимо, да. Да, и для прочих вещей. Хорошо, вы волонтеры, оказываете бесценную помощь, конечно же, но не могу не спросить, в какой помощи нуждаетесь вы? У вас прекрасная возможность заявить об этом. Я чуть позже напомню, что у нас есть отдельная программа, кстати. Ну, больше всего, конечно, мы нуждаемся в людях, это всегда людской ресурс, потому что у всех время, время, это очень ценный ресурс. Вот, кроме того, мы очень благодарны, когда нам кто-то помогает каким-то оборудованием. Возможно, вот недавно нам в Дар передали целых шесть поисковых фонарей, это, конечно, огромное прибавление, очень здорово. В печати цветных ориентировок? Да, печать цветных ориентировок, это просто беда, потому что черно-белое, конечно, не так бросается в глаза. Напечатать цветные ориентировки, например, в 10 часов ночи, ну, нереально просто. Вот у нас есть свой принтер, но он тоже на последнем издыхании. Поэтому краска для принтера, скотч, вы не представляете, сколько скотча уходит на то, чтобы что-то наклеить, рации, батарейки, то есть навигаторы. Расходники такие, да, как их принято называть, постоянные как недостаток. И любой желающий, если есть возможность, такая может вам помочь. Куда обращаться? Можно также на горячую линию 8800-754-52. То есть говорить о том, что я бы хотела помочь, и мы связываемся. Ну и также группа ВКонтакте. Да, можно в группе ВКонтакте. У нас там есть человек, который отвечает как раз за работу со спонсорами, как это громко очень сказано, но тем не менее. Ну давайте уточним, все-таки волонтеры поискового отряда, это не только непосредственно работающие в полях, в лесу, в городе, но это еще и можно видеть за компьютером сидеть, да? Мониторить соцсети. У нас есть группа, которая называется Инфорги. Это информационный координатор. Это те, кто собирает информацию, вообще не вставая, можно сказать, со стула. Иногда бывают поиски, которые в течение 8 часов девочки сидят, работают на телефоне, работают в сети, дают какие-то объявления и находят человека, не сходя с места просто. Просто работают с населением вот так вот издалека. Такое тоже бывает. Но я хочу напомнить, что каждый вторник Александр как раз-таки выпускает передачу «Лиза Алерт» в зоне поиска. Которая как раз посвящена историям. Конкретным историям про пункт людей. Конкретным историям, да, и как идет эта сама поисковая работа, как находят люди, через что проходят. И каждый вторник на волне 101. Ну я напомню номер, который там звучит. Ты озвучиваешь, да, 410-424. То есть телефон нашей радиостанции. Один из них, вернее, если вы сюда позвоните, мы тоже скоординируем, да, и передадим ваши данные, то, что вы хотите пожелать или передать «Лиза Алерт» в городе Кирове. На этом завершаем. Мы первую половину дневного разворота. Благодарим наших гостей Александра Яговкина, Константин Першин. Удачи вам. Спасибо. Еще встретимся. До свидания.